Волонтеры в оперативном порядке стараются регистрировать и размещать прибывших в Бишкек баткенцев. Многие семьи приезжают с пожилыми родителями и маленькими детьми, поэтому для них сначала проводится медосмотр. Регистрацию и учет баткенцев ведут для того, чтобы члены семей, которые остались в Баткене, могли позвонить по короткому номеру 1227 и найти родственников. Миновар Апазова приехала со своей семьей из Баткена в Бишкек, как только открылась дорога. Сегодня ее разместили в общежитии КГМА. Она рассказала нам, как из-за взрывов и стрельбы им пришлось уехать из своего дома. Это было примерно в полтретьего. Вдруг стали слышны звуки автоматов. Внуки играли во дворе, прибежали и сказали, что на улице услышали шум. Мы быстро стали всех собирать, чтобы уехать. Даже наша сломанная машина завелась. Мы уехали в село Рават. Сын сказал, что останется защищать землю. Затем мы снова вернулись домой. А когда опять начались волнения, снова поехали в Рават. Как только мы узнали, что дорога открыта, приехали в Бишкек. Всего в гостиницах Бишкека размещено 430 жителей приграничных сел Баткенской области. Среди них дети, школьники, пенсионеры. Все граждан разместили в столичных отелях, а также в общежитиях Медицинской академии и Университета Аллато, в гостиницах Тумар, Дустук, Виа Бишкек и других. В общежитиях, в университетах подготовили временно проживающие места. Они будут находиться пока здесь, пока решение не примется, какое будет дальше решение. В ходе сегодняшнего брифинга мэр столицы сообщил, что будет оказана поддержка и посильная помощь прибывшим Баткенцам, в том числе и с обратными билетами, когда ситуация улучшится. Людей беспокоят разные вопросы, в том числе, как вернуться обратно на малую родину. Конечно, в дальнейшем надо заниматься экономикой, в дальнейшем надо восстановление разрушенных школ и детских садов и домов. Конечно, мы теперь думаем и планируем на республиканском уровне кабинет министров этот вопрос изучает, рассматривает, оценивает, какой был ущерб. Теперь в восстановлении этой ущербы, конечно, мы будем тоже принимать участие. Мы сейчас ведем переговоры с нашими бизнесменами. Бизнесмены тоже, я думаю, не останутся на стороне. Это наш общий дом, наш Кыргызстан, это наш Баткен. Поэтому город Бишкек, как столица нашей республики, всегда окажет помощь. Потому что в Бишкеке есть возможности, есть строительные компании, есть бизнесмены, есть финансовые средства, конечно, помощь будем оказывать. Даже ущерб себе мы должны оказать Баткен, оказать помощь. По всей стране люди помогают чем могут – одеждой, питанием, размещением. Члены общества слепых и глухих собрали теплые вещи пострадавшим. А житель села Орек, Джапалакской управы, разместил в двух своих домах более 20 человек, эвакуированных из Баткенской области. Юлия Иценко, Аяна Сенкулова, Джанадиль Абубаки Рулу, ЛТР Бишкек.